Приветствую друзья! После просто феноменального успеха внутриканальных наушников Letshue S12 и S12 Pro продолжение как бы напрашивалось само собой и естественно не заставило себя долго ждать. Сегодня мы поговорим о новой планарной модели от этого же производителя Letshue S15. Но теперь это не обычные планары, а магнитопланарный драйвер, хитро сочетающийся с пассивным модулем собственной разработки. То есть драйвера по сути внутри два, но второй из них ни к чему не подключен и работает так сказать на обратной связи. Очень любопытное решение. На нем сегодня подробно и остановимся. Собственно, поехали. Пришла модель в небольшой картонной коробке, с фирменной эмблемой, логотипом Hi-Res Audio и списком технических характеристик. Откуда мы узнаем, что здесь установлен планарный 14,8 мм драйвер третьего поколения с импедансом в 30 Ом при чувствительности 106 дБ. В комплект нам положили макулатуру, плотный круглый бокс из софт-тач пластика и два набора силиконовых амбушюр разного диаметра сердечника. Все из них мне честно говоря не сели, так что тестировал героев обзора я с классическим уже набором КБ-07. Кабель же тут просто волшебный, гибкий, витой, с системой угловых сменных штекеров и сопротивлением на каждое жил равным 155 Ом. Прекрасное решение, уверен, оно всем понравится. Сами чашечки выполнены из тактильно приятного матового пластика с тремя отверстиями компенсации, средним по размеру звуководом и металлической внешней частью, оформленной в фирменном стиле компании. Смотрится это неплохо, сидят они удобно, да и звукоизоляция здесь на весьма приличном уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас стандартные по амплитуде и скорости затухания и импульс небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 17 сотых процента, что вполне достойно. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ составляют стандартные уже значения без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7,5 дБ с комфортным таким заходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, легкий пик имитации ушной раковины и чуть более выраженный на 7,5 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентами на 10 и 16 кГц нам возвращают в звук воздух и слегка подчеркивают высокие частоты. Замена амбушюр как видите затрагивает только самый верх диапазона. Настройка на мой вкус просто шикарная. Как раз то, что я люблю с подчеркиванием акустически важных интервалов и при этом все достаточно линейно. Подобные графики я раньше встречал лишь у моделей за 400 долларов и выше. По подаче же Литшуя С15 мне просто жутко напомнили других моих любимчиков ДЗ4. Хотя по графикам у них почти ничего общего. Но ровно такая же уютная обволакивающая атмосфера с акцентами на укрупненных образах и без особого уклона в техничность или прорисовку нюансов. Напомню, что хотя и многим из сообщества Литшуя ДЗ4 как-то не особо зашли, я отметил их как потрясающе комфортные, словно домашние тапочки и просто сверх натуральные. Действительно в погоне за увеличением разрешения и скоростью атак мы стали уже забывать как на самом деле звучит, например, струна или малый барабан. Вот ровно как я слышу инструменты вживую, так и звучат герои нашего сегодняшнего обзора. Да, с небольшим аналоговым смягчением, но столь же сочно, выразительно и очень объемно. Знаю, многие скажут вата. Нерезкая, непрозрачно и как-то округло. Для меня же это вот прямо самый сок. Откинуться в кресле и утонуть в пучине музыкальных образов и вибраций. Однако кое-кому тут не понравится как звучит металл и всякие другие достаточно агрессивные жанры. Это вполне понятно и логично. Зато остальное это просто восторг и буйство красок. Образы, как я уже упомянул, строятся большими цельными, естественными по разрешению, с неплохой разборчивостью, скоростью и разделением инструментов. Да, без рекордов, но вполне достойно. По крайней мере, даже к передаче больших симфонических оркестров у меня ни по прорисовке, ни по точности позиционирования, ни по построению пространства сцены в глубину никаких вопросов не было. Все элементы легко читаются, а уровень погружения вообще зашкаливает. Но еще раз обращу ваше внимание, что прямо-таки уклонов, микронюансы и сверх разрешения здесь нет. Если для вас это критически важно, обратите свое внимание на S12 и S12 Pro. S15 же скорее развитие DZ4, но на планарной базе и с куда лучшей настройкой. Характер тембров здесь теплый, с явным аналоговым почерком, подчеркнутой выразительностью и прямо-таки восхитительной мелодикой. Серьезно, друзья, это очень певучие и просто сверх эмоциональные наушники с максимально комфортной и практически живой подачей. От них просто невозможно оторваться. Да и слушать хочется прямо-таки все подряд. Я с огромным удивлением даже для самого себя ознакомился с теми альбомами, которые на протяжении уже многих лет старательно игнорировал, а здесь они прямо-таки зашли. Ну и как еще одно неоспоримое достоинство, здесь просто прекрасный баланс частот. Я не ощущаю крена ни в сторону низких, ни в сторону высоких частот. Нет никакой агрессии, резкости, задавленности или любых других очень спорных моментов, что мы наблюдали в тех же S12 и S12 Pro. Зато имеется масштабность, прекрасная передача настроения музыки, экспрессия, драйв и та самая красота тембральной композиции. Все мягко, сочно, уютно. В общем, рай для настоящего меломана. Разбирая по частотам, тут довольно густой, уходящий на глубину бас, сочная, выразительная, в миру детальная серединка и столь же теплые, контрастные верхние частоты. Ну и поскольку излучатель здесь работает один, нам никуда не уйти от однородности, согласованности и связности восприятия всего музыкального полотна. Особенно с учетом имеющейся здесь чуть ли не эталонной настройки. Да, многим не хватит хлесткости, остроты атак, разрешения и возможно микродинамики, но не музыкальности, эмоций и, например, степени передачи различных оттенков и нюансов звукоизвлечения. То есть, хотя это и планар, которому свойственно высокое разрешение и прозрачность, в S15 все это грамотно переиграли, дав нам то самое живое, притягательное, насыщенное и просто предельно натуральное звучание. Что же касательно источника, я бы выбирал любые максимально техничные, желательно стационарные модели. К аналоговому выходу смартфона или планшета их лучше не брать, а вот к какому-нибудь внешнему ЦАПу или серьезному по мощности аудиоплееру очень даже. То есть да, здесь очень эффектный, насыщенный и мелодичный звук, от которого свидетели техничности и мониторности скорее всего будут воротить свой нос. Но то и понятно, эта модель исключительно для удовольствия и просто тотального погружения в материал. Итогом магнитопланарные наушники летшую S15 удобно сидят, кабель в комплект положили хороший, тактильно приятные материалы, быстрый импульс, низкие искажения и просто великолепная настройка АЧХ. Минус здесь ровно один и он же является обратной стороной всех достоинств модели. Герой обзора точно не про техничность, микродинамику, скорость атак и все остальное так или иначе связанное с разрешением. S15 скорее сочные, глубокие, просто сверх музыкальные, я бы даже сказал певучие, с прекрасной выразительностью, цельными такими по-аналоговому теплыми образами и просто сногсшибательным вовлечением в материал. Что-то подобное мы уже встречали в летшую DZ4, только теперь нам сделали более грамотную настройку и переложили, так сказать, на планарные рельсы. Получилось просто фантастика, словно любимые домашние тапочки, но в плане звука. Я уже переслушал все, что только было у меня в загашнике и нет никакого желания останавливаться. Вот реально откровенный восторг, но, конечно, друзья, не для всех. А на этом у меня все. Это были наушники летшую S15. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DZ4.